Здравствуйте, дорогие друзья! Наша сегодняшняя передача будет посвящена работе высшей школы, работе вузов Республики Татарстан в годы Великой Отечественной войны. Для создания этой передачи мы использовали материалы Государственного архива Республики, Национального музея Республики и виртуальной площадки Виртуального музея Великой Отечественной войны. Кроме того, историей высшей школы в Республике Татарстан занимались наши ученые, чьи публикации представлены здесь на слайде. Начну с того, что в годы Великой Отечественной войны вузы практически полностью изменяют порядок и ход своей работы. Еще в 1940 году, накануне войны в Республике было работающими 14 вузов и в них обучалось чуть больше 12 тысяч студентов. С началом Великой Отечественной войны вузы вынуждены были предоставить свои площадки для эвакуированных в Республику научно-исследовательских заведений и просто эвакуированных предприятий. Например, Казанский учительский институт, Казанский ветеринарный институт и Казанский сельскохозяйственный институт практически полностью отдали свои учебные помещения. Если в Казанском учительском институте в 1941 году обучалось 42 учебные группы, то для их обучения осталось всего лишь 12 аудиторий. Казанский ветеринарный институт отдал не только свою учебную базу, но и лабораторные площадки, помещения, в которых проводились операции на животных и места для размещения животных. Все это тоже было отдано под эвакуированный туда завод. На базе Казанского авиационного института разместился авиационный Харьковский институт, а в помещениях Казанского химико-технологического института был размещен Ленинградский химико-технологический институт. На некоторое время Чистопольский и Елабужский учительские институты были слиты, и на базе Елабужского учительского института размещен в эвакуацию филиал Ленинградского государственного университета и Воронежский государственный университет. Кроме того, что помещений стало мало, нужно было вот на этой малой площади каким-то образом организовать учебный процесс. Поэтому в годы войны учились в три смены. Учеба начиналась в 8 утра и заканчивалась в 23.00. Конечно, это было очень тяжело. Прежде всего сказывалась нехватка оборудования, учебного оборудования, нехватка лабораторного оборудования и канцелярских принадлежностей. Учебников, тетрадок, ручек не хватало. И самое главное, не везде можно было сидеть. Помещения многие, которые были предоставлены студентам, нуждались в ремонте, не хватало мебели, поэтому некоторые студенты учились, к сожалению, стоя. Что касается учебного расписания, то в содержание учебных планов были включены серьезные изменения. Так, например, в медицинском институте большое внимание стало уделяться необходимым, согласно времени, предметам, например, военно-полевой хирургии или предметам, связанных с поддержанием гигиены в годы Великой Отечественной войны. На базе авиационного института и химико-технологического института появились цеха, в которых студенты стали работать после учебных занятий и производили необходимую для фронта продукцию. На некоторое время, уже в 1941 году, были изменены сроки обучения. Те студенты, которые раньше обучались пять лет, теперь стали обучаться три с половиной года. Те, которые обучались четыре года, их программа укладывалась в три года. Но время показало, что эта учеба была, мягко скажем, не очень эффективной, поэтому через четыре года все уже обратно вернулись к старой продолжительности обучения. Очень остров стал вопрос о размещении студентов, потому что общежитий не хватало. Так, например, медицинский институт должен был расселить тысячу своих студентов, а мест было только двести в общежитиях. Химико-технологический институт должен был разместить тысячу двести студентов, а мест было только 150. Именно остальные вузы вообще не имели общежитий. Именно поэтому постановление заседания Бюро татарского обкома, которое было проведено 31 июля 41 года, говорилось о том, что студенты должны быть размещены на базе частного сектора. Частный сектор это значит у простых горожан. Но, во-первых, не все студенты могли себе позволить размещаться в частном секторе, потому что это все-таки требовало денег гораздо больших, чем если бы они жили в общежитиях. Кроме того, серьезным вопросом встало отопление, как в тех местах, куда студенты были подселены или в общежитиях, и в тех же помещениях, где они учились. Студенты, которые дожили до нашего времени, уже в таком вот пожилом возрасте, вспоминают свой период обучения в казанских вузах, говорят о том, что очень часто приходилось зимой учиться в варежках, валенках, верхней одежде, в шапке, в лабораторных помещениях замерзали реактивы, замерзала вода. Там, где стояли аквариумы, аквариумы замерзали и трескались, поэтому учеба представляла из себя то еще испытание. Для решения вот этой сложной проблемы государство предпринимало все возможные меры, как и для того, чтобы студентов каким-то образом накормить. Не нужно думать, что вот эти тяготы студенческой жизни были пущены на самотек. Вовсе нет. Государство, наоборот, ставило перед собой задачу подготовки кадров высшей школы как приоритетную задачу, поэтому по мере возможности все сложные вопросы разрешались. Отдельно хотелось бы рассмотреть контингент студентов. Вот на этой таблице, которая сделана по материалам архивов за 1942-43 год, мы видим, что наибольшее количество студентов у нас было в медицинском институте, химико-технологическом и казанском авиационном. Но мы понимаем, это требование военного времени, когда готовили медиков, когда готовили химиков и готовили авиаторов. И тем не менее, даже из того количества студентов, которые здесь представлены в таблице, практика показывает, что до студенческой скамьи добирались не все. Как правило, 50-55% студентов к началу учебного года не приступали вовремя. Это связано со многими обстоятельствами. В первую очередь с тем, что осенью наступала страда на полях, когда нужно было собирать урожай. Мужчины трудоспособного возраста уходили на фронт, поэтому студенты, которые жили в сельской местности, вынуждены были там задерживаться дома, чтобы помогать семье справиться с колхозной нормой, с колхозным нормативом и собрать урожай. Я нашла в архиве очень интересный документ, который получил один из студентов в Казани. Там было написано примерно так. Приезжая из Кореи, отец за ним мог работать некому, что и удостоверяет председатель колхоза такой-то. Поэтому многие ребята дожидались конца вот этих сельскохозяйственных работ. Учеба начиналась с 1 октября. Сами студенты в октябре месяце уезжали в колхозы и совхозы помогать там, собирать урожай. Это было в обязательном порядке. Еще большой отсев студентов происходил, потому что не все могли себе позволить уехать в город на частных квартирах учиться. То есть проблема размещения все-таки делала свое дело. Еще значительная часть студентов работала на промышленных предприятиях и уходила на фронт. Поэтому начало учебного года было для всех вузов значительной проблемой. В сентябре 1941 года студенты города Казани, в частности Казанского государственного университета, были заняты на подготовке Казанского обвода линии оборонительных укреплений серьезной, которая специально создавалась для того, чтобы в случае прорыва немцев к Волге не пропустить их дальше. Работа была крайне тяжелая, напряженная. Не рассчитывали студенты на то, что придется остаться еще и в зимнее время. Поэтому были в легкой одежде, не хватало продуктов, но и это время студенты смогли пережить. До конца войны их еще неоднократно привлекали к работам по строительству оборонительных укреплений или по рытью окопов. Великая Отечественная война – трагичное событие нашей страны, которое повлияло на каждого из нас. Про доблесть советских солдат знают и помнят во всем мире, но часто забывают про тех людей, которые остались в тылу и своим трудом носили вклад в Великую Победу. В июне 1941 года студенты Казанского университета сдавали свои последние экзамены, когда началась война. И перед руководством университета встала сложная задача – оказать помощь всей стране, стать не только научным, но и промышленным центром. Уже с августа студенты Казанского университета стали оказывать помощь колхозам, а в октябре 1941 года было издано постановление о начале работ по сооружению Волжского оборонительного рубежа, основной частью которого должен был стать Казанский обвод. В строительстве обвода свой вклад внесли студенты университета. В строительство Волжского оборонительного рубежа 1941-1942 года, основной частью которого встал Казанский обвод вокруг Казани. Он шел полукольцом. Волжский рубеж составлял протяженностью 331 километров, включал в себя Татарскую АСР, Чувашскую и Марийскую, то есть как раз-таки территорию по Волжье. Отдельно хочется сказать о профессорско-преподавательском составе. В Казани в принципе все вузы были укомплектованы штатом и профессоров, и доцентов, и ассистентов, но серьезную нужду испытывали работники или сотрудники кафедр политэкономии и кафедры марксизма-ленинизма. Дело в том, что в учебные программы были введены два новых курса, они стали обязательными для всех студентов страны. Это политэкономия и история Великой Отечественной войны Советского Союза. Как только эти предметы были введены, сразу появилась необходимость в преподавателях, а вот их-то как раз и не хватало. Особенно серьезная потребность в преподавателях этих кафедр была в юридическом институте и в медицинском институте. Несмотря на трудности, тем не менее, за годы войны в высшей школе Республики Татарстан удалось подготовить более 5000 специалистов, высоко квалифицированных, которые влились в строй. И вот здесь на слайде мы видим, какое количество специалистов разных направлений некоторые вузы за годы войны подготовили. Выделяется, конечно, медицинский институт, 1722 человека, большинство из которых ушли на фронт, стали работать по прямой специальности. Но мы видим, что и Казанский государственный университет подготовил порядка 1000 студентов, педагогический институт 706 человек, в общей сложности 5588 человек. В годы войны появились также новые кафедры и открываются новые вузы. Так, в 1944 году на базе историко-филологического факультета Казанского государственного университета было открыто отделение татарского языка и литературы. В 1945 году открывается Канзанская консерватория. И в этом же 1945 году заработал институт. Раньше он назывался институт коммунального строительства, а теперь стал называться институт гражданского строительства. Очень много времени студенты уделяли на общественных работах. Причем даже больше, чем школьники, занимались вот этой общественной работой, как взрослые люди. Так, их неоднократно посылали читать лекции для населения в городах и в деревнях, политинформации читать. Кроме того, студенты принимали участие в сборе необходимых вещей на фронт. Здесь мы видим на фотографии, как студенты собирают теплую одежду. А еще студенты помогали друг другу выжить в тяжелой ситуации. Нужно сказать, что в течение всей войны с фронта постепенно демобилизуют тяжелых раненых и инвалидов, значительное число которых вливалось в контингент студентов. И специальная проверка, произведенная в 1943 году, показала, что в вузах Казани обучаются 302 инвалида. Сабес, который исследовал жизнь этих инвалидов, выяснил, что практически все нуждаются в белье, в обуви, в одежде. Поэтому было собрано 100 комплектов белья, было роздано для студентов-инвалидов 100 брюк. По нашим меркам это звучит, ну, как-то кощунственно, но тем не менее это было большое подспорье для военного времени. И было принято решение открыть в Казани специальный интернат для студентов-инвалидов, деньги для содержания которого были взяты от нераскрытого в полную силу Мензелинского интерната для инвалидов. Так что вот эти вот неизрасходованные деньги были переведены в Казань, и здесь создаются для студентов-инвалидов особые условия. Отдельно хочется рассказать о том, как профессорско-преподавательский состав вуза в Казани перестроил в годы войны свою работу. Совершенно понятно, что научная деятельность была направлена на нужды фронта. И одновременно с казанскими преподавателями, с профессорско-преподавательским составом работали ведущие ученые нашей страны. Уже 16 июля 1941 года было принято решение об эвакуации в Казань Академии наук СССР. Первоначально, правда, предполагалось, что она разместится в городе Томске, но в конечном итоге местом дислокации Академии наук была выбрана Казань. Вполне возможно, что здесь сыграло свою роль то, что еще до войны, накануне войны, Казань была важным научным центром, и здесь работало примерно 1200 с небольшим научным сотрудников. Здесь была хорошая лабораторная база, в общем, как бы там ни было. В июле 1941 года Академия наук направляется в Казань. 19 июля сюда прилетает вице-президент Академии наук Отто Юльч Шмидт, который начинает готовить территорию под размещение эвакуированных сюда научно-исследовательских центров и ученых. И уже в июле-августе 1941 года начинают сюда прибывать первые научно-исследовательские заведения, прежде всего из Ленинграда. В первую очередь сюда эвакуировали физико-математические центры, химические и центры технической направленности. Поэтому из Ленинграда эвакуируются Радиовый институт, Институт органической химии, Институт неорганической химии и некоторые другие научно-исследовательские заведения. Принимается решение также о том, чтобы в августе 1941 года сюда, в Казань, приехал и главный центр руководства Академии наук, Президиум Академии наук. И сюда приезжает еще один вице-президент Академии наук специально для того, чтобы организовать работу Президиума. Это Евгений Алексеевич Чудаков, который возглавляет здесь в Казани комиссию, главная задача которой сводилась в совершенствовании военной техники под нужды фронта. Научно-исследовательские учреждения, расположенные на территории Казани, испытывали серьезную потребность или серьезную нехватку в территории. Как минимум в два, в четыре или даже в шесть раз некоторые из них получили площади здесь меньше, чем те, которые они использовали в Ленинграде, в Москве, там в других центрах, откуда они были эвакуированы. Поэтому приходилось размещаться очень плотно друг к другу. Но самое главное, что не хватало реактивов, испытывали серьезную потребность в воде и в энергии. Проблемы с энергетикой стояли настолько остро, что в январе 1942 года Евгений Алексеевич Чудаков вынужден был обратиться к председателю татарского обкому Гарифулину с требованием немедленно повлиять на горэнерго, чтобы они ни в коем случае не отключали от энергии здания Казанского университета, а также здания, расположенные по улице Чернышевского 4, которые тоже относились к учебным корпусам, потому что от этого зависела важная научная работа, которая без энергии просто-напросто останавливалась. Не менее тяжелая была проблема размещения всех академиков и членов Академии наук. Им предлагали разместиться в студенческих общежитиях. Ряд из них был размещен в читальном зале университета, в актовом зале и даже в спортзале. Некоторые преподаватели были расселены во внутреннем дворе главного корпуса университета, в тех помещениях, которые мы сегодня называем западным и восточным полуциркулем. А еще некоторые профессора Казанского университета приглашали эвакуированных академиков пожить у себя дома. Так, например, Александр Ирменингельдович Арбузов приглашает пожить на своей территории, в своей квартире эвакуированных вместе с семьями академиков Ферсмана и Фрункина. Академики Крылов и Капица начинают проживать во внутреннем дворе университета, а Игоря Васильевича Курчатова размещают с его семьей в школьном переулке. Тем не менее, все трудности с размещением остались позади, и это позволило в очень короткие сроки академикам приступить к своей непосредственной работе. С сентября 1941 года они полностью вливаются в научную работу. Здесь на фотографии мы видим молодого Игоря Васильевича Курчатова, который изучает ядерные реакции на быстрых нейтронах, что положило начало нашей советской атомной промышленности. На фотографии вице-президент Академии наук Абрам Федорович Иоффе, который внес свой значительный вклад, как ни странно, в развитии партизанского движения в нашей стране. Для того, чтобы партизаны бесперебойно пользовались радиосвязью, он придумал специальные котелки, на днище которого были установлены особые установки, поддерживающие радиосвязь в любое время суток. Так получилось, что в Казань попадает целая плеяда выдающихся ученых-конструкторов, среди которых Туполев, Королев, Чеплыгин, Петляков, Глушко, Стечкин. Попадают они сюда совершенно иначе, чем другие члены Академии наук. Еще незадолго до Великой Отечественной войны вся эта плеяда прекрасных ученых, инженеров, специалистов в области самолетостроения были осуждены по статье 58 контрреволюционной деятельности. Их обвиняли ни больше ни меньше в том, что они способствовали работе немецкой разведки. Фактически это была расстрельная статья, но им сохранили жизнь и дали возможность работать в специальных конструкторских бюро закрытого типа. В просторечии эти бюро получили название «Шарашки». Вот таким образом эти инженеры оказались у нас в Казани и работали в нашей казанской «Шарашке». В общей сложности каждый из них внес свой значительный вклад, но в целом они занимались вопросами аэродинамики и, прежде всего, вопросами создания реактивных двигателей. Проводили испытания здесь в Казани новых моделей реактивных двигателей, в основном установленных на самолеты Пе-2. Я напомню, что Пе-2 – это бомбардировщик, который как раз создает Петляков, тоже находившийся у нас в Казани. И самолеты Пе-2 стали самой массовой моделью бомбардировщика в годы Великой Отечественной войны. Не только специалисты в области самолетостроения работали в годы войны в Казани, но хочется отметить еще и работу, связанную со здравоохранением. Перед вами на фотографии еще один вице-президент Академии наук Леон Арбели, который занимался изучением газовой гангрены и разработал технологию выявления газовой гангрены и ее излечения на ранних сроках. Не могу не вспомнить наших казанских исследователей, которые влились в работу наряду с выдающимися академиками и вели ее достойно. Перед нами на фотографии Евгений Константинович Завойский, который в годы войны был тогда еще молодым, никому неизвестным доцентом Казанского университета, и он открывает явление электронного парамагнитного резонанса, фактически основав новое направление в науке и, прежде всего, в казанской науке магнитной радиоспектроскопии. Здесь же у нас в Казани работал известный физик-теоретик, академик Академии наук, который в 1962 году становится лауреатом Нобелевской премии Лев Ландау. Возвращаясь к теме медицины, хочу сказать, что еще один профессор был эвакуирован в годы войны в Казань. Это хирург Александр Васильевич Вишневский, но я хочу напомнить всем, что еще задолго до войны Александр Васильевич Вишневский вначале был студентом нашего Казанского университета, в 1899 году он заканчивает университет. Его оставляют здесь как лучшего студента для продолжения дальнейшей научной деятельности и преподавания, и именно Александр Васильевич Вишневский разрабатывает знаменитую масляно-бальзамическую повязку, которая нам больше известна под названием Майс Вишневского, и он же создает революционный в медицине метод новокаиновой блокады, когда перед операцией можно было обколоть новокаином необходимый ко вскрытию участок и не подвергать больного общему наркозу. Как мы помним, за вот эти свои революционные открытия он получает государственную награду, получает приглашение работать в Москве, что он, собственно, и делает, но в 1941 году институт, который он возглавляет, отправляется в эвакуацию в Казань. Поэтому до конца войны Александр Васильевич Вишневский и его сын Александр Александрович, который тоже становится известным доктором, работают в своем родном городе, и Александр Васильевич Вишневский отвечает за работу всех эвакогоспиталей Казани. Не только специалисты в области естественных наук, физики, математики, авиастроители работали на территории Казани, работала целая плеяда блестящих ученых и в других отраслях. Я напомню, что именно в годы войны в Казани впервые была получена нефть. В годы войны в Казани были сделаны интересные географические и геологические разработки. Ну и не могу сказать, что в стороне оставались гуманитарии. Как раз наоборот, на гуманитариев была возложена особая миссия, потому что идеологическая работа в этот момент была поднята на очень большую высоту. И в качестве специалистов, которые приезжают и работают у нас в эвакуации, конечно, я могу назвать Евгения Тарли, крупнейшего из историков, который продолжил свои научные изыскания здесь, на нашей татарской земле. В итоге в годы Великой Отечественной войны силами и ученых, и преподавателей вузов, и студентов была подготовлена прочная научная база, которая позволила нам победить. На этом слайде мы с вами видим плакат времен Великой Отечественной войны. И вот по верхнему полю слова, которые режиссер Сергей Эйзенштейн вложил в уста князя Александра Невского. Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет. Благодаря концентрации усилий всех людей в годы войны, в конечном итоге враг был разбит. Победа за нами. Именно благодаря этим выдающимся людям мы сегодня отмечаем праздник 9 мая. От всей души хочу вас поздравить с этим замечательным днем, пожелать здоровья и, конечно, мирного неба над головой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова